Для тех, кто впервые вышел на наш вебинар, а в этот раз их очень много, говорят, что чуть ли не сотни человек новеньких, я сообщаю вам, что знание Древа Жизни и учение Древа Жизни – это прямые знания той гиперборейской цивилизации, которая когда-то была на Земле, из которой, собственно, пошло вообще планетарное человечество развиваться. Это область Арктиды, откуда и все мы пришли, в первую очередь славяне, русы, персы, это шумеры, это все как бы следы арктической цивилизации. Индия очень сильно подверглась влиянию этой цивилизации, о чем говорит еще и единый язык, потому что в Индии говорят на санскрите, а все поморское побережье Ледовитого океана, оно тоже говорит на санскрите, еще бы это. До сих пор это все сохраняется. Вся планетарная цивилизация имеет своим началом северную страну, которую называли гипербореей, но это гиперборея, это скорее архетип, это некий план, а уже в земном воплощении это была Арктида, Таария, ну и там есть ряд еще других названий, которые, в общем-то, остались в истории, потому что история, на самом деле, заселение Земли очень долгая, она имеет лет исчисления не те 40 тысяч, которые там определяла наука, и даже не 140 тысяч, и даже не 140 миллионов, а гораздо больше лет. Просто были такие периоды, когда те цивилизации, которые были на Земле, они стирались вследствие определенных космических причин, и как бы жизнь начиналась заново. Те, кто уцелели после этих цивилизаций, это были немногочисленные какие-то осколочные части бывших территорий, они старались передать те предыдущие знания последующим аборигенным жителям Земли, но это все уже шло с большими искажениями, что и понятно, потому что временной лаг очень значительный, и передать все так, как это было, очень трудно правильно. Ну, это как бы в целом. Но известно, что в центре Тиды была мировая гора Мэру, Мэру, она известна во многих, как бы религиях мира, и у индусов, и у кхмеров, и у шумеров, и у перусов, и у гузеев. И на нем росло древо мира, древо жизни. Но тут надо понимать еще, что все эти вещи аллегорические. Что такое древо жизни? Это та космическая ДНК, которую дали на Землю для развития землян, для развития человеческого рода. То есть это перенос по смыслу. Не надо воспринимать эти вещи в лоб. Потому что история – это и с одной стороны исток истины, а с другой стороны очень большие пласты, ну, как бы фальсификации, внедрений. И надо разбираться в этих пластах исторической памяти, чтобы отделить вымышленные события, иногда специально вымышленные. Мы имели это неоднократно в своей истории, особенно в связи с недавней историей Романовых, которые, по сути дела, переписали все, что можно, изъяли из древних монастырей все, что можно, переправили это на Запад, в Рим, где тысячи людей сидели и переписывали нашу историю, которую потом нам навязывали через своих представителей в нашей уже академической науке. Известно, что, например, при Екатерине и при Елизавете был президентом Петербургской академии наук немец Миллер, и что вообще в ученом совете не было ни одного русского ученого. Вот они, собственно, нам и навязывали ту версию истории, которую сами же где-то их там как бы соратники по монастырям, по-католическим переписывали, а затем навязывали, буквально навязывали Россию. Настоящая история России не такая. Она очень древняя. Древнее всех южных, известных нам. Цивилизаций. И более того, там тоже это знали и об этом свидетельствовали. Если взять, например, из книги Платона отрезок, который касался его пребывания в Египте, где он обучался у храмовых жрецов, они ему говорили «Вы не знаете вашу историю. Она гораздо более древняя и великая. Все, чем вы сейчас гордитесь, вам передали великие люди Севера, которые научили вас и металлургии, и астрономии, и земледелию, и многому-многому другому». Ну, вот представляете это? В те века говорили египетские жрецы Платону. Есть много исторических свидетельств у разных философов древности, которые прямо указывают на Арктиду как начало всего планетарного человечества. Истители